От летней композиции Натальи Гордиенко переходим к интересным летним событиям. 19 июля состоится кулинарный фестиваль под открытым небом «Пикник Фуд Фест». Пройдет он в загородном комплексе «Скайт Лэнд Кэмпик Энд Ресот». Организаторами являются журнал «Просто и вкусный». Они хотят показать, что готовить можно с невероятной фантазией и с огромной любовью. В фестивале, кстати, будет и благотворительная составляющая, поскольку будет совместно с организацией «Доброе сердце» проведена лотерея с розыгрышем ценных призов, а все деньги, собранные от продажи билетиков, пойдут как раз на благотворительность. И сегодня у нас в гостях есть представительница, которая будет принимать участие в этом кулинарном фестивале под открытым небом. И вот теперь я, наверное, передам слово Денису. Да, еда, это, конечно же, прекрасно, но еще немаловажный момент, как эта еда подается на стол и, конечно же, посуда, в которой она подается. У нас в гостях с учредителем и арт-директор компании «Иклеер» Анна-Мария Кожакара, которая расскажет, как вот со всей горы посуды, которая у нас сегодня в студии набралась, правильно разобраться и как правильно сервировать стол. Доброе утро, Анна-Мария. Доброе утро. Ну, давайте для начала начнем с того, с чего вообще начинается сервировка, потому что, насколько я понимаю, это особый, очень сложный процесс. Сервировка стола начинается еще с архитектуры дома. Более того, нужно понять, какие формы дома будут, потом перенести все это в дизайн дома, и после этого мы понимаем, как мы должны сервировать в нашем доме стол. Так, у нас в студии квадратно-прямоугольная, поэтому стол приблизительно такой же формы. Это имеет какое-то значение, в принципе, стол? Конечно. Идеальный стол для дома – это круглый стол. Его можно сервировать легче. Так для трех человек, так для четырех, как для шести, и там больше помещается. Вот, например, если поставить три, здесь уже симметрия никак не получается. Все должно быть симметрично. Да, это очень важно. На какое количество человек мы сегодня будем накрывать стол с учетом вот этого огромного количества посуды? Стол будем сервировывать так, как он у нас четырехугольный и еще квадратный, будет на четырех человек. Для нас троих и для одного нашего телезрителя. Хорошо. Я думаю, что нужно приступать, потому что процесс, судя по всему, будет долгим, и мы должны справиться и показать все телезрителям. Хорошо. Ну, вот первая, первая, первая часть. Ну, мы накрыли стол сначала различными такими красивыми приспособлениями, тканями, я даже не знаю. Да скатерть называется, Денис. Просто их тут разные виды скатерти, я не знаю. Расскажите, это тоже безвлечения, да? Скатерть, конечно. Конечно, если брать по этикету, то стол без скатерти, он категорически не сервируется. Если брать по новому этикету, я придерживаюсь вот таких скатерти. Они узкие, они придают форму, много... Объем даже, наверное, какой-то. Объем нашему столу, так как их можно еще и менять каждый сезон. Скатерти в доме должна быть нейтрального цвета. Это может быть такого легкого голубого, кремового, серого или белого. И менять вот просто такие, придавать акценты скатерти. Более насыщенных тонов, да? Насколько я понимаю, Саван Север-Рока тоже имеет стили, да, свои? Если у нас будет какой-то особенный какой-то стиль Север-Рока. Давайте мы начнем. Анна-Мария, что вам передать? Да, мы начнем с подставочек. Да, Энна? Эти специальные подставки, они из хиантиш. Хиантиш – это такая водоросль, которая растет в Америке. Она растет в воде... В нашей стране она есть? В нашей стране тоже можно приобрести такие? Можно приобрести у нас. Да, отлично, хорошо. Они водостойкие, очень прочные и натуральные. Далее, что после наших водорослей следует? Это подставки под тарелки, получается, да? Да. Далее, что? Базовые две тарелки. Вот, пожалуйста, вы можете подходить. Ты будешь менеджером по нашей север-Роке. Для сегодняшнего стола мы выбрали керамику. Керамика относится к среднезаморскому стилю. Среднезаморский стиль. Он более популярен, конечно, в Испании, в Португалии, в Греции, там, где очень много керамики. Так что у нас морская такая тематика будет немножко. Да, да. Хорошо. Значит, эти две основные, а почему их не четыре, эти тарелки? Они так должны? Я буду показывать разные формы. Вариации, да? Да, потому что вот эта базовая тарелка, она подается для еды. Базовая тарелка имеет 27 сантиметров обычно. Хорошо. Далее. Тарелки для аперитива. Это самые такие популярные у нас тарелки. У них 20 сантиметров. Обычно они подходят так для аперитива, так как и для десерта. Мы ничего не сказали про цвет, но цвет очень важен, когда мы выбираем цвет для стола. Цвет – это посуда и скатерти или вообще общий цвет? Общий цвет. Если относить стол к интерьеру, то мы не должны даже в интерьере, мы должны соблюдать три цвета. Три цвета? Три цвета. То есть не больше трех цветов должно быть на столе, да? На столе и в интерьере. В интерьере. И на столе должны повторяться. Белый цвет либо крем – это нейтральный цвет, и он как бы не считается. Берется больше по тональности. Здесь такой морской зеленый и синий. Анна Мария, часто ученые говорят, что от посуды, от цвета посуды зависит еще и вкус пищи. Вы с этим согласитесь? Важна рисунок, какой она посуде? Потому что могут быть различные узоры, даже не самые приятные. Конечно, важна. Это также важно для настроения гостей и для себя. Есть люди, для которых это очень важно, но кто не согласится, что все мы любим красоту. То есть главное, чтобы была в целом стильная композиция. Композиция, да, выдержанная в едином стиле, когда каждая деталь соответствует. Это самое главное. Так что неаппетитный, обычно, как говорят, синий цвет в данном случае все равно будет аппетитным. Ой, да ужина еще далеко, но давайте продолжим. Что дальше у нас? Я возьму вот такие мисочки. Они могут быть поданы для салата или для супа. Суп как аперитивы в данном случае. Это два разных сервировочных типа. Но более классический – вот этот аперитив и базовая тарелка. Хорошо. Мы продолжим с салатницей. Почему среднизаморский стиль? Потому что он очень сильно похож на наш национальный. Там пьется много вина. И также растет очень много виноградов, много листьев. Также и в Молдавии растет много виноградов. Схожие темы по большому счету, да? Поэтому, в принципе, нам это близка. И в среднизаморском стиле никогда не сервируется стол и не украшается стол с цветами. Его всегда украшают либо едой, либо листьями, либо овощами или фруктами. То, что мы сделаем сейчас. То есть натуральными ингредиентами какими-то. Давайте продолжим. Так, у нас сейчас уже вступает в игру виноград. Начали с десерта. Так, виноград подается на специальной посуде. Это фруктовая тарелка? Либо можно любую. Это оформление исключительно. Так, как мы думаем, что будем, или как бы они более предположены к рыбной теме, то к рыбе очень много лимона используется. И вот он будет по теме здесь, чтобы каждый гость смог выдавить свои лимоны на своей рыбе. Хорошо. Анна-Мария, буквально я вас привожу на две минутки, потому что у нас дали репортаж, который подготовил наш журналист Артем Дриго. Он, кстати, прокатался на музыкальном троллейбусе, который колесит по нашей столице. Давайте узнаем, что это за троллейбус. Если вы в данную минуту завтракаете перед своими телевизорами, мы желаем вам приятного аппетита. Но мы сегодня говорим о ужине, вернее, о сервировке к ужину. И у нас сегодня в гостях соучредитель и арт-директор компании «Иклеер» Анна-Мария Кожакар, которая рассказывает, как это правильно делать. Продолжаем мы сервировать в середеземноморском стиле. Продошли к вилкам и ножам. Есть какие-то особенности или так и размещаем вилка слева? Нож справа. Да, вилка слева, нож справа. Я скажу про десертную ложку. Если им подается десерт, то десертная ложка ставится вот сюда, потому что, чтобы было удобно справа захватить и взять десерт, чтобы не было слишком много движений. Это основная сервировка, но это мы использовали еще не всю посуду, что у нас есть. А вот что касается... Что дальше? Сейчас идут салфетки или остальные украшения стола? Сейчас идут основные украшения стола. Тем, чем наш стол будет отличаться от других столов. Это будет бокал. Так, бокал. То есть будут бокал. Для напитков. Он такой более необычный, очень хорошо подходит. Тоже цветовой гамме нашей посуды. Соответствует, да. Также они такие крупные, потому что наш стиль, он такой крупный, благородный стиль. Там подаются большие тарелки. Напитка будет много. Да. То есть этот стиль отличают крупные детали. Здесь нет каких-то, да, вот мелких, например, каких-то, как исторические стили, да? Здесь крупность. Здесь крупность, потому что этот стиль, он начал развиваться еще в христианских домах. Потом христиане начинали развиваться. Они брали людей, которые работали у них в полях. И эти люди, которые строили эти дома, они вот начали строить всякие комнаты, где они проводили время со своими семьями. Это прямо целые отдельные помещения были, да? Да, да, да. И они вот использовали только натуральные материалы, которые у них... Под рукой были. Да, наверное, так. Я удивлен, как Геннадия до сих пор не задала вопрос насчет этих ракушечек. А я жду, мне кажется, это будет какой-то финальный штрих, поэтому я просто в ожидании, когда же уже наступит этот момент. Так, у нас сначала идут подсвечники, да, еще также завершение декора стола. Конечно, если это ужин, то цветы должны быть. Цветы можно. Да. Наши подсвечники тоже, они такие обычные, стеклянные, очень простые, которые придают своей простотой лишь изыск нашему столу. Так. И еще... Салфетки вот еще. Салфеточки. Вот что касается салфеток. Необходимы ли салфетки? Мы очень часто видим в ресторанах, что из них делают различные приспособления, там лепят что-то из них, выделывают. Либо все-таки классическая просто салфетка, сложенная аккуратно на стол, это является просто залогом успеха. Конечно. Можно что-то из нее соорудить. Конечно, я не считаю, что надо на это время тратить, чтобы соорудить всякие лебеди из салфеток, потому что и сложные гости, и он боится как бы использовать их. Использовать эту конструкцию. Да, да, да. Все-таки надо не забывать о функциональности данной. Да. Плюс мы все-таки говорим о деревенском стиле, это же деревенский стиль. И здесь простота, это тоже один из моментов. Хорошо. И как говорили в одном цитате, мало значит много. Да. То есть должно быть только самое основное. И вот они, эти завершающие штрихи. Я вам... На самом деле мы их используем просто на стол, чтобы задать окончательную тему нашего стола, то есть морскую. Но на самом деле это такие штучки, которые вот прикрепляются сюда. К скатерти. К скатерти, да. Именно. И вот их тоже можете использовать, если находите такой штучки, или сами можете сделать из... Прищепочку такую, да? Да, прищепку и какие-то детали. Могут быть цветы, зависит от темы, конечно. То есть просто дополняет общую композицию. Вот, Анна Мария, почему по-вашему важно уделить такое внимание точной сервировки, чтобы все это было целостным? Для гармонии мира. Так. Для того, что не надо отказывать... Не надо отказывать себе от красивых вещей, которые нам дает жизнь. Надо радоваться каждому дню и делать это со вкусом. И уединяться с семьей, чтобы проводить хорошо время в хорошей обстановке. Ну, действительно... Да, я еще один технический вопрос пока не забыл. Насчет количества предметов на столе. Потому что, наоборот, приходишь в некоторые заведения, рестораны, где настолько большое количество посуды, что даже еду уже никуда класть, да? В данный момент у нас соблюдено оптимальное количество предметов. Либо есть ли какое-то оптимальное количество, которое необходимо соблюдать? Очень часто в ресторанах встречаем такое дело, что ставят, например, 500 вилок и 500 ножей. Если по этикету судить, то ставится столько ножей и вилок, сколько будут подаваться блюд. И в правильном заведении или доме можно считать, сколько блюд будет по... Уже заранее знаешь свой дню. Мы вам хотим сказать огромное спасибо за эту интересную сервировку. Мне кажется, даже самый простой ужин при такой сервировке покажется каким-то невероятно вкусным. Где можно пройти мастер-класс? И даются ли такие мастер-классы? Можно пройти у нас. Иногда мы даем консультации нашим гостям в магазине по сервировке. Мы им помогаем оформить также кухню или выбрать посуду. Они нам подсказывают, какие у нас цвета. В общем, этому всему можно научиться. У нас сегодня в гостях был учитель и арт-директор компании и Клея Анна-Мария Кожакара. Мы вам еще раз благодарим вас за то, что пришли и сделали такую красивую, створили красивую серверовку на нашем столе. А я хочу сказать нашим телезрителям, что еще больше информации получить не только касающейся сервировки, приготовления, блюд можно будет на кулинарном фестивале под открытым небом «Пикник Фуд Фест», который состоится 19 июля. Мы, кстати, будем об этом вас еще подробно не раз информировать. Пока мы сходим за едой, а вы привитесь на короткую паузу.